скоро рожать будем уже некоторые так потише ходят не поняла была же 2 в сарае мы были там же не было кота 2 где он а где он тимошка и вчера ты был дома его не было я думаю вчера еще наделаешь его в сарай закрыли второго да он делся у нас опять господи все ему достается давай ну вот пожалуйста вот так вот и тыр тыр не где второй то и ты чё у нас один со вчерашнего дня опять знать все это не нормально куда-то попал как и передрягу его же точно нет конечно вывелись уже давно бы дома был жирного такого с утра выкинула чтобы хоть в туалет сходил а то в туалет то он там исходит дома в пристройке поэтому выкидываем не тимошки правда нет жалко вот пожалуйста на шею не то что на шею сядем на голову и ножки свесим да вот так и смотрите здесь другой нос смотрит на меня другой носик будет не меня в эту дырочку смотрите я волнуюсь переживаю да что ж такое то глаза глаза поднимаю вам видно не видно на окно показываю вот здесь на одеялочке эти серые уши спят это вот до какой степени глянь наелся что тут был черный здоровенный то тот хоть стал меня встретить то хозяйку с утра а этот нет вы посмотрите на него я ищу его волнуюсь я волнуюсь переживаю думаю куда-то он пропал а это самый маленький они ровесники с тем но тот всегда был с детства понаглей поздоровей а это такой а а он дрыхнет так спал хорошо что даже прям вообще не слышал меня ну проветриться надо да да надо давай хозяйка я так гуляю на тебе давай иди заберу а то опять забуду тебя здесь собака ах ты собака а что что скучно если если кто-то был бы тут с тобой играться да скажи можно было б жить а так ах а вот так вот так вот такая собака как Копать сейчас меня начнёшь? Сейчас лапами начнёт драть. Дать тебе варежку разодрать? Нет. Сидушки. Ой, котика. Котика, да? Пожамкать. Не, пускай живёт. Когда снег по колено там или по пояс, конечно, надо одевать, обувать эти сапоги. Я вышла в галошах. Ну и всё, я промок. У меня, естественно, и в галоши залез снег. Снимаемся, сушимся. Мы тут с Миланой немножко разобрались. Представляете? Немножко. Это ещё не всё в шкафах. В одном. Вот это всё. Собрали вещи. Отвозим в церковь. Боже мой, это ж надо так, а. Да, брата, сколько. Не везде ещё. Ещё нужно разбираться. По остальным. Не видно, как повалило. Видимости вообще несколько метров. И даже не видно. Рекомендовали сегодня особенно жителям. Туда я заповернусь вообще жителям больших городов и москвичам. Пересесть со своего транспорта на общественное. ой, у меня весь телефон залепило. Я еду в город. Накрыла у нас центральную часть России, матушки. Как он называется тоже этот циклон? Прям валит. Не знаю, что в камеру видно. У меня уже вся камера мокрая. Он прям валит. Крупный, здоровый такой хлопья. Опять у бабушки. Не знаю, как стать, чтобы свет не загораживать. Так, опять что на еду. У них тут бритвов тоже куча. Всё, ничего. Козлятинка взяла из дома. И розмаринчик. Мне как-то написали, что считают, что я рано добавляю приправу, я могу где-то в середине готовки добавить. Ну, типа, выветривается запах. Запах может и выветривается, но мясо впитывает вкус. Оно даёт просто вкус, и всё. Вкус, он никуда не денется. Я поэтому и не люблю. В рыбу я никогда не сыплю приправу, потому что я не люблю. Иногда бывает, я и в мясо не хочу. У меня такие бывают заходы, что я и не хочу добавлять. А потому что мне хочется почувствовать вкус того, что я ем. Мясо впитывает. И гречку уже бабушка сварила. Сейчас я попробую по готовности. А, пасту томатную забыла. Послала Милану в магнит. И такую пасту купила. Масенькая. Никогда в жизни таких не видела. Так что не знаю, как она. Блин, оторвала я то и что. Ещё нужно отрезать. Что-то мне наступила такая пора, когда мне хочется томатной пасты. Всегда. Всё-всё я вот эти вот ползимы делала без всего этого. Сейчас мне захотелось это мясо. Не знаю, как стать. Куда ты глядишь? Раздеться вначале. Раздеться. Раздеться. Руки мыть. Давай, давай, иди. Раздеться. 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 Раздеться.